Всем привет, с вами Садерлинг, и во время просмотра Gravity Falls, уверен, все мы воспринимали Гидеона как просто гнусного и капризного манипулятора. Избалованного мальчика, которому вечно потакали родители, и он теперь считает, что весь мир обязан кланяться перед ним и исполнять любой его приказ. Короче, просто ребёнок с настолько скверным характером, что даже отец его побаивается, а мать вовсе свихнулась. Однако же, как и всё в Gravity Falls, и в данном случае не всё так уж и просто. И на самом деле, Гидеон был таким злым и коварным далеко не всегда. Но каким он был раньше? В восьмой серии второго сезона, когда Диппер и Мэбл приместились на 10 лет в прошлое, на заднем плане можно заметить читу Глифулов, как раз гуляющих с новорождённым малышом. И они выглядят невероятно счастливыми. А мать Гидеона тогда была совершенно здоровой. Хоть на рекламном щите малышу и пририсовали дьявольские рога и назвали демоном, однако же на тот момент времени его лично ещё никто не знал, чтобы можно было оценить его истинную натуру. Очевидно, это просто прикол от подростков по итогу, воплотившийся в реальность. Этакое признаменование. Гидеон, пускай ревел и капризничал, был тогда хорошим милым мальцом, в котором родители души не чаяли. И так бы всё и продолжалось, если бы не ужасающая ошибка знакомого нам Стэнфорда Пайнса. Но сперва давайте же глянем, что же так увлечённо смотрят Диппер и Мэбл. Прямо сейчас в кинотеатрах вышел фильм «Волшебная флейта», рассказывающий о приключениях мальчика в сказочном параллельном мире, полном мифических существ и всевозможных опасностей. Тим всегда мечтал стать певцом, для чего поступил в престижную музыкальную школу великого музыканта и композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Однако восторг от достижения быстро сменился на уныние из-за недоброжелательного настроя одноклассников, склонных к козням и интригам. И однажды прогуливаясь по коридорам учебного заведения, главный герой наталкивается на древние часы, которые, как выяснится, служат порталом в мир волшебной флейты, одного из самых известных творений музыкального гения. В этом мире Тим столкнется со множеством опасностей и испытаний на пути к своей главной миссии – спасению принцессы. Визуально красивый и невероятно трогательный фильм «Волшебная флейта» от мастера голливудской фантастики Роланда Эмериха уже в кино. Билеты можно найти по ссылке в описании. Как вы знаете, Форд написал три дневника, каждый из которых таит разные сведения о мистических аномалиях Гравити Фоллс. И согласно невидимым записям в эксклюзивной версии третьего дневника, если первая книга по большей части описывает разные географические аномалии монстров, обнаруженных Фордом в первые годы, третья рассказывает о подлостях и истинных намерениях Белла Шифра, то второй же дневник содержит все самые страшные проклятия, темные заклинания и описания местонахождения магических артефактов. Атака зомби? Нет, они не поймут приказы. Кровавый дождь? Фу, испачкаю костюм. Ха, нет, спасибо. Дьявольские гусеницы. В те времена Форд был одержим оккультизмом и без задней мысли записывал все, что ему удалось обнаружить, не осознавая того факта, что создает реальный для их мира некрономикон. Спустя годы ученый назовет второй дневник самым опасным из всех, который не должен попасть не в те руки. И где же он решил его спрятать? В начальной школе, что точно указано в третьем дневнике. То есть полезную книгу про аномалии он отдал брату, чтобы самому не ведать, где она. Книгу с предостережениями обили шифре запрятал в тайнике где-то в чаще леса. А вот самый опасный дневник он решил спрятать в школе, просто надеясь, что там нет столь умных детей, которые бы сумели его найти. Однако спустя много лет второй дневник таки обнаружит малыш Гедеон. И теперь представьте себе. Шестилетний мальчик нашел таинственную книгу, в которой говорится, что при помощи каких-то стишков он может творить чудеса, а волшебному лес способен даровать ему способность левитировать и владеть телекинезом. И ниже указано точное местоположение, где он закопан. Конечно же, любой ребенок захочет разыскать его и все проверить. Только вот в нашем случае заклинания из жутких книг не сработают, это просто игра. А вот для Гедеона же это возымело реальные последствия. Форд пишет, что позже он выяснил, что при продолжительном использовании этот амулет окрашивает волосы в белый и разлагает душу. То есть по факту убивает всякое сострадание, чуткость, щедрость, раскаяние, доброту, полностью лишая человечности. Мэтт Брейли, в прошлом Старибордер Гравити Фолз, отвечая на вопросы на Реддите, подтвердил, что изначально должна была быть сцена, демонстрирующая, как Гедеон вскоре после обнаружения дневника постепенно превратился из невинного малыша в то чудовище, каким он является теперь. Судя по отсутствию привычных нам красных и зачеркнутых надписей, в книге отсутствуют какие-либо предупреждения о последствиях использования мистического амулета. Да и стоит вспомнить, что Форд вообще-то и слабости зомби, и истинную опасность гномов, и призраков первого уровня, и невидимого волшебника решил почему-то описать невидимыми чернилами, которые из его же слов никто вообще не должен был обнаружить. То есть он вообще как-то не подумал о последствиях для всех тех, кто может случайно обнаружить эти дневники. И таким образом, пока малыш Гедеон, даже не осознавая опасности, использовал для забав найденный им мистический амулет, тот постепенно, незаметно для мальчика, разлагал его душу. Любой другой носитель амулета заметил хотя бы, как сидеют его волосы, и уже насторожился. Однако же они у Гедеона белые с самого рождения. Потому визуально он в себе никаких изменений не замечал. И со временем милый малыш постепенно начал превращаться в настоящее исчадие ада. Он стал закатывать перед родителями ужасающие истерики, требуя исполнения любой его прихоти. Отказ приводил к полному разгрому дома. Попытка наказать оборачивалась жесточайшей местью. Любые их попытки воспитать Гедеона сразу же пресекались. В страхе перед собственным сыном Глифулам оставалось лишь подчиниться. Со временем мистерики мальчика повредили рассудок его собственной матери. Она вовсе перестала говорить с сыном и пыталась даже не смотреть на него, лишь бы он ее не трогал. Пылесосил! Я пылесосил! Бады Глифа уже нашел спасение в обществе слепого глаза, став одним из их основных членов, что со временем частично повредило его разум. Однако зато позволяло ему любить сына, как и раньше, несмотря на все истерики и капризы. Гедеон научился манипулировать людьми и придумал разводиловку, позволяющую ему состригать с окружающих бабло, просто льстиво улыбаясь и изображая чудо-младенца с экстрасенсорными навыками. Вскоре он уже без терзаний совести спокойно управлял другими людьми при помощи телекинеза, Вставайте! Всех лопаем в шкаф! Но как он? Пытался убить Дипера, следил за всеми жителями города, взял под контроль тело собственного отца и был готов использовать любые проклятия от египетских супертермитов и зомби, вплоть до призыва Билла Шифра. Стоит отметить, что во время написания второго дневника Форт еще искренне верил, что это муза, дарующая человечеству знания. Соответственно, никаких предостережений о злых намерениях Билла Шифра там и в помине не было. Лишь способ его призвать и забавный факт, что он изображен на долларовой купюре. Соответственно, Гедеон устроил ритуал призыва демона, вновь совершенно не осознавая опасности сией затеи. Форт, наверное, и там просто невидимыми чернилами написал «Он опасен, не призывайте его, жаль, что это никто не прочтет». По итогу, в выходе, что абсолютно все злонамеренные действия Гедеона и даже первый контакт Билла Шифра с остальными Пайнсами это исключительно результат необдуманных действий Форда, который и не подумал внести исправление в самый опасный дневник. Именно из-за него Гедеон и стал чудовищно бесчеловечным и по итогу угодил в тюрьму. Хотя вот к этому причастен еще и Квентин Трэмбли. На реддите Хирш рассказал, что именно этот президент издал закон, согласно которому детей на законных основаниях можно сажать во взрослые тюрьмы. И поскольку Gravity Falls был основан Квентином Трэмбли, здесь следует именно его уставу, потому человек тут может даже заключить брак с Дятлом. Что же по итогу, светит ли Гедеону светлая судьба? Вряд ли. Диппер с Мэйбл разбили амулет Гедеона еще в четвертой серии первого сезона. Однако вплоть до страны Гедеона он оставался столь же бесчеловечным и действовал исключительно в собственных интересах. Исключением стало разве что желание спасти Мэйбл, однако же лишь ради того, чтобы возвыситься в ее глазах. В конце же Гедеон говорит всем «Спасибо за то, что спасли и научили меня доброте, я больше не злюка». Однако спустя пару секунд он направил здоровых сокамерников избить нахамившего ему пацана. Что подразумевает, что он вновь лишь притворяется хорошим, чтобы не возвращаться в тюрьму и вновь заслужить доверие местных жителей. Судя по всему, эффект амулета необратим. И, возможно, Гедеон когда-нибудь станет чудным доном мафии или коррумпированным чиновником, но точно уж не добрым филантропом, ведь его душа давным-давно разложилась, и ее уже не вернуть. Но хотя бы его мать вновь улыбается. Видимо, Бад успел ее сводить на собрание общества слепого глаза, что хоть немного позволило ей забыться. А на этом сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь у меня полным-полно видео по Gravity Falls. А с вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока.